Ребяточки, всем привет, всем привет на канале Пиратская Жизнь. Ну что, день Икс настал! Как горестно мне это признавать, но нужно вставать на весы. Ну я, конечно, уже знаю свой вес. Конечно, я предварительно взвесилась. Девочки, ну что, как думаете, сколько я прибавила, добавила или убавила за три месяца в Таиланде? О, сколько, сколько, сколько? Неизвестно, неизвестно, сейчас все узнаете. О, у меня тут ходит голожопая, это ведьма, как всегда. Видите, это как всегда ведьма. Он вообще не потолстил. Так, а я, ну не знаю, не знаю. Представляете себе руки, руки, да? Вот. Люди любят очень осуждать мой лишний вес. Ну, пускай осуждают, как говорится. Пусть и говорят, пусть и говорят. Мне не стыдно, кажется, мне не страшно. Так, ладно, пока там он отходит. Все, девочки, весы. Он пока там сидит. Ладно, все, открыто. Да входит, блин, голышом ко всему. Так, смотрим. Ноли, 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 ноль, 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 ноль. Так. Все. Вес взят. Ура. Итого. Сто пятнадцать семьсот. Сто пятнадцать семьсот. Да. Уже не мои сто четырнадцать. Но сто пятнадцать. И уезжала я, кстати, почти была сто семнадцать. Та-дам. Слава богу, не разжирела до сто тридцати. Хотя кто его знает. Может быть, у меня, как всегда, они электронные весы подключены. Ну, вопрос. Девочки, где? Скажите мне, пожалуйста, где? Где подкрутить? Где? Где? Я вижу, здесь вот можно переключить, по-моему, килограммы, фунты и прочее. И все. Где здесь мозги? Куда взломать? Мне постоянно говорят, что я подкручиваю весы. Где? Вот, хотите еще раз здесь? Вот. Ручки-то вот они. О. Прикиньте. Руки подняла? Вообще, сто пятнадцать получилось. Вот так вот. Потому что отсюда вывод, девочки, что вот так вот. Вот мой истинный вес. И то я в халате. Так, говорится, ну... И кучка. Все, пойдет, несу. Так. Подожди. Сейчас скажу, когда уйду. Достал, нашел? Все, давай, занимайся. Это, померь там. Говорю, сахар вон его заставить хочу. Померить. Сахар, сахар, сахар. Короче, вот. Короче, вот, короче, вот. Короче, делок научи. Что-то такое вот тут. Вот, да, похоже, было. А, вкусно. Вкусное мясо вчера получилось. Объединенное. Так, выбираем. Вчера, короче, сели смотреть фильм. Мастер Маргарита. И что вы думаете? Посмотрели 20 минут фильма и благополучно вот так вот. Только там глаз открывало, смотрю, там, что происходит там, туда-сюда. И что-то в фильм не очень зашел. Знаете, реклама, как всегда, была намного интереснее. А тут что-то как-то нудноватенько, нудноватенько было. Так. Надо чемодан разбирать. У меня, блин, вообще, времени нету. Разборы ты чемоданалов. Прочее, прочее. Так. Сейчас все уберу. Чтобы, как говорится, не мешало. Сразу. Креветы вчера распаковали. Вкусные такие. Прям вообще. Сегодня, кстати, записались. Мы вовчика пойдем стричь. Проведем его в порядок. Записался он еще и на окрашивание. Точнее, не на окрашивание, а на тонирование. Вот, свой сидел. Но сегодня вот у меня снова красивый молодой мужчина. Как говорится, я сама себе создаю красивую молодую мужчину. Вот так вот. Как говорится, я его сделала сама. Я никому ничего не должна. Вот такой муженек у меня. И прочее. Плюс, ну, я ему обещала телефон. Надо опять посмотреть. Вчера походили-входили, посмотрели-посмотрели. Кипеть. Знаешь, что вот, девочки, вот мой вес. Вот там ходят треватологи, что я чуть ли не уже 200 килограммов. 400, 500, вот. Мне, как говорится, не стыдно признаться. Все мои килограммы, это мои килограммы. Наженные, сохраненные. Это все, кажется, мое родное. Так, что у нас сегодня на ДЭД? Что у нас сегодня будет на ДЭД? Нет, тортик. Я купила. Тортик. Это у нас на сладкое. Бутербродики сейчас сделаем тоже. Бутербродики, тортик. Ну, как говорится, фигуру-то надо поддерживать. Понимаете, мы будем поддерживать тортиком. Медовичком. А, ну, теперь, короче, виноградик есть. Так, положим. Красивенька. Красивенька. Ты пошла в мою грешеную жизнь. Красивенька. Ты ушла из нее. Нойка разбила мне душу. А ведь это совсем не игрушка. Это сердце мое. Так, ребятки, а вот многие ли из вас могут вот так вот официально заявить и показать свой вес? Ну, ладно, там вот эти вот стройняшки, как говорится, им нечего стесняться. Но многие ли в моей комплекции женщины вот так вот в открытую до последнего килограмма вам покажут свой вес? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Слушай, давайте запускаем челлендж. Пускай каждая встанет на весы, прям продемонстрирует, прям покажет, да, вот как я встала. Пожалуйста, давайте сделаем челлендж. Вот кого вам интересен вес человека, вот напишите. И как вы думаете, сколько он весит? Вот мне постоянно пишут, что я там 120, 150 и прочее. Нет, я 115 вижу. Да, много, знаю, что до хрена. Ну, как говорится, уж что ж поделаешь. Что же мне теперь, себя не любить, что ли? Не баловать, что ли, а? Нет. Я себя буду баловать и любить. Сейчас с медвечком. Со сгущенкой вареной. Красота. Вкусненький. Что я тут скопила с мусором? Это куча. Мусора, 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 скопилась. Вес – это, на самом деле, у девочки, всего лишь условное понятие. Конечно, да, лишний он всегда имеется. Вы знаете, если вы себя любите, то вы себя любите. А если вы себя не любите, то есть и совсем худычки, вот такие, вот, знаете, прям с мизинчик. И что-то они с собой поделать не могут. Не любят они себя. Настолько некоторые там, знаете, исхудают. Ну, я, ну, там, тоже попался. Ну, не ролик там, статья про девочку. Капец она исхудала. Просто жесть. Она настолько стала худая, что просто уже, знаете, ни в какие ворота. Вот. Её вес – 25 килограмм. Она просто, знаете, губник, гулаговая. Знаете, просто кожа и кости. Всё. И то она, знаете, как я себя считаю толстой. То есть реально у человека уже просто в мозгах что-то не то. Но человек в такой весе считается толстой. Я знаю, что я толстая. Понять, я знаю, что я жирная. Не надо мне сто пятьсот раз этому говорить. Я, у меня нормальная самооценка. Я принимаю себя такой, какая я есть, понимаете. Я не пытаюсь строить у себя там худышку там или ещё что-то там затягивать. Я не делаю фильтры, хотя мне постоянно говорят, что я фильтры делаю. Да, я там, когда делаю заставки, где-то там парочку прыщиков замажу и всё. Ну, потому что мне не очень нравится, как они смотрятся. И всё. Ну, так, чтобы я прям, знаете, прям, как мне пишите, делает фильтры. Она там толще, она не толще. Да, кстати, многие, которые нас встречали в жизни, люди, они говорят, что в жизни мы намного худее. Вот так вот. Потому что камера, она увеличила. А это реально, кстати, говорит так. У меня рост метр семьдесят, да. И при своём росте я вот такая. Я считаю, что рост не маленький далеко. Вот. Как говорится, ещё раз говорю, мне нечего стесняться, мне нечего бояться. Я открыто заявляю, сколько, чего, куда. А вот некоторые, я уверена, что постесняются, побоятся. Показать свой здесь. Тоже жопы вот такие вот построят у себя вот такие. Хотя, знаете, у меня, говорю, у меня фигура полноценная. У меня от отца, как бы, у него всегда, так сказать, тяжело попасть была, скажем так. А вот, как бы, по всей семье, по линии отца, попы очень такие крупненькие. Вот. А мама, у неё попа была небольшая, как она всё уже говорила, попа небольшая, зато есть сиськи и живот. Вот. Вот у меня от мамы сиськи и живот, сиськи, живот. Вот. Оказываю, демонстрирую. Сиськи и живот от отца жопа. Но зато с другой стороны, у меня даже талия, девочки, смотрите, где-то тут прослеживается талия. Ну, где-то тут. Вот. Так что, в принципе, нормально. А у некоторых, знаете, у них форма груши. У них вот сверху ни хрена нету, здесь тоже ни хрена нету. Вот жопа вот такая вот. Не знаю, мне кажется, лучше уж маяк равномерно, округло, с чем вот такая шопа. Целлюлит, наверное. У меня тоже, знаете, жопа. И тоже и целлюлит есть еще. Вот, поддерживаю человек. И целлюлит, кстати, есть даже худых. У всех есть. Так что, не стройте себя худый шкаф, не стройте. Не стройте из себя худый шок. У меня хоть грудь есть. Ну, что? Ну. Конечно, уже такая, знаете, лепешечка болтается. Силу тяготения никто не отменял. Понимаете? Тяжесть. Цаня, цаня, цаня. Ну, некоторых там, знаете, там два таких вот. Так, сейчас делаем, короче, бутербродиков много. Я делаю мини-бутербродики. Не надо думать, что у меня миллиард бутербродов. Ну, хотя думайте, что хотите. Думайте, что хотите. Я специально для вас обсудила. А вы пишите, пишите. Так, зачем больше вы напишите, тем больше нам бонусов. Вот. Ну, соответственно, нам хорошечно. А вам не хорошее. Хотя нет, я же, знаете, я считаю, что я санитар леса. В том плане, что вот если бы люди, вот если бы нас бы не было, куда бы люди снимали свой негатив? Вот у нас, там еще других блогеров подобных. Потому что, знаете, подобное притягивается потом. Если люди приходят, пишут, значит им это надо. Вот. Я всегда удивляю людей, которые говорят, ой, я не могу это смотреть. Фу-фу-фу, там, аха-ха-ха. Закройте это. Давайте их закроем. Господи, в каком праве вы умеете, колокольчик закрывать. У нас, пардон, извините, я не советские времена. У нас цензуры-то нету. Пограммировка в том понимании, как некоторые понимают. Вот так. Сделаем по-другому. Еще по-другому все. Сделаем с колбаской немножко. Оп. И, короче. Жел 21 веке. Каждый делал, что хочет. Вы говорите, а не нарушаешь законы Российской Федерации. Заплатишь налоги. Сходи с ума, какой же. Все. Вот такие дела. Вот в такое время мы живем. Не в то, в которое некоторые, знаете, мечтают. Знаете, вот это вот люди у меня удивляют, вот так вот. Отти из Советского Союза. А вот в наше время. Сейчас это, знаете, чисто будучи уброды. Общи. И это. Вот в наше время. Сидят, все прошлым живут. Она жить не прошлым, а настоящим, будущим. Знаете, тот, кто... Никого не будет будущего, если вот так вот, вот от дня в день страдать херненью. Вот так вот. Как говорится, не страдай херней, живи своей жизнью. Вот. У меня лозунг будет такой. Так, колбасочка. Так, еще не хочу один резать, поэтому не буду резать. Сейчас сырком все сделаем красиво. Отъедаемся колбаской. Дорвались, так сказать. Соскучаюсь там, эти хорошие колбаси. Блин, как домик, шарка, не могу. Соск пригревает. Он так нормально пригревает. Комаска. Он, знаете, с моим весом, с моим пофигизмом, знаете, как он легко жмется. Потому что я забила большой тосты на всех, на вся, на любое мнение. Обо мне, на моей семье. Поэтому, знаете, вот живу, не тужу свое удовольствие. И не стелю, не проною, не ругаюсь по этому поводу. Прекрасно себя чувствую. Ем все, что хочу. Не считая эти дурацкие калории, как я там. Да ты знаешь, сколько в твоей еде калорий. Да не знаю и знать не хочу. Прикиньте, не знаю и знать не хочу. Вот я не хочу есть, я не буду есть. Захотела поесть, я поела. Все. В чем проблема? Многие, знаете, сидят, отказывают. А потом, в итоге, просто накидываются на еду. И что в итоге? Набирают то, что они потеряли. И возвращаются. И еще вдогонку. Пока, знаете, психология. Не поменяешь свое сознание, ничего не поменяешь. Ничего. От слова совсем. Вот когда ты вот поменяешь, ты курить можешь бросить. И бросить, и жрать. Да. Это уже становится, становится легче. Ну как я еще не беру. Что же они там делают? Так, а что делать? Я не играю какую-то роль, там, знаете, вот некоторые звезды, например, на селебрите. И нельзя толстеть, потому что там у них роль, какая-то там, несущая. Мне нет такой, у меня роль обычной домохозяйки, обычной женщины, со своим там заботами, проблемами, вот с загонами и прочим. Вот у меня, какая роль, иначе. Вот поэтому. Поэтому вот так вот. Ну а кто там, знаете, там, каждый килограмм считает. Знаете, вот это вот то, что люди. А что скажут другие? Ой, а как на меня посмотрят? Ой, а что если? Понимаете, вот это вот у нас законяет в такие, в такие дебри, в такие комплексы, в такие депрессии. Депрессия. Понимаете, вот здесь как красиво вкусно. Что люди уже просто не могут с этим справиться, и просто изо дня в день депрессуют, наедают еще больше, и так далее. У людей нет принятия себя. Поэтому многие мне вкусно это. У меня вес стабилен. Уже, ну кто меня смотрит, давно, вот посмотрите, он просто стабильный, да? полтора килограмма лишних на жировах. Было 114. Было 112. То есть у меня гуляющий вес плюс 2,4 килограмма. Все. Плюс минус. Ну, как мне там приятно? 150, 170. Ну нету, успокойтесь же. Нету. Ну и день проходим по 10 тысяч шагов. Почти. Отсюда их купоем. Я не сижу целыми днями. Вы знаете, как у нас некоторые там сидят целыми днями на телефоне, обсуждают нас. Где мы еще поели, где мы что сделали, где мы поковырялись, какие там трусы, майки и прочее. Матерки, пятна и прочее. А вот, и они все здесь сидят на жопе ровно. Скорее всего, что-нибудь жуют в этот момент. Вот они толстели. А я же, понимаете, я живу своей жизнью, снимаю ролики, занимаюсь домашними делами, общаюсь, вот, и при этом еще и деньги зарабатываю. Прикиньте, вообще. Живу своей жизнью и зарабатываю деньги. Это, по-моему, просто вот класс. Мне не скучно сама с тобой. Я, конечно, вчера он сидела, монтировала ролики за два дня. часа на 3 сидела, да, он все жопу обсе делал. Но я смонтировал, чтобы меня там не накладывалось, чтобы не было задержек, ничего не было. Ой, это там столько шорков, я могу сделать красивых. не снимала кучу заготовок для шорков. Я снимала кучу красивых заготовок для шортов. Не могу никак все смонтировать. У меня просто нет времени. Вот просто нет времени. То туда, то сюда. Сегодня надо еще разобрать чвотан. Деньги, деньги. Так, где мне улучшим? Нужно скушать о вашей шеи, чтобы красивый быть ваше. Огурочек, огурочек, ты совсем как челозачек. Огурчик, помидорочка. Давай, открывайся. Кстати, смотрите выпуск, покажу, что закупила. Что купила? Рубрика «Чо купила?» Рубрика «Чо купила?» 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 большой красивый стандартный завтрак с овощами помидор очками с бутербродиками хороший был до в талане таких сайт промоченную густую аналитром очень дорого это учет 150 бат что такие крупные хорошие но таких вот наших знаете нету сожалению вообще как помидоры вот мне вот овощи это мне очень нравится понять вот огурцы помидора конечно там хороший там салаты какие-нибудь там стекла кстати классного тоже мы делали борщ красный это как там хорошие точно у нас как молодая вот у нас обычно это вся показать уже полежавшая а там видно что свежечек свежечек лук зелень вот это тоже у них дофига всего укропа к этому протензий какой цене имею спросил уже короче мораль басин такого что вот показала свой вес ничего не боюсь ничего не стесняюсь живу своей жизнью наслаждаюсь не переживаю за каждый свой нажранный или нет не нажранный килограмм вот депрессии не страдаю из-за веса с ночами не рыдаю могу попить пивка вот мозг меня любит у меня хороший муж вот который принимает меня такой какая есть уставить не условий чтобы это похудела не похудела он все тоже веселся 84 меня тоже как то весна есть про тоже подзовись потому что у нас примерно гармония да то есть плане того что и питание и в плане движения подзовись то есть нет такого же прогнать живем живем успеем жиром успеем жиром успеем успеем но не скидывается не скидывается и как-то так в общем и целом мы не не переживаем и не паримся и не переживаем по этому поводу чего и вам желаем все ладно сейчас будем садиться за стол кушать никого не слушать всем хорошего настроения девочки принимайте а такими какими есть поймите если это вам надо для здоровья то если для внешнего вида для себя вы хотите окей но худеть для кого-то для чего-то чтобы она вдруг чё скажут люди все вы если чё пускай пока